Вчера у моего племянника был день рождения. Он получил много подарков и, соответственно, был очень счастлив. По этому поводу я оглянулся на все свои прожитые дни рождения и задался вопросом. А что мне приятнее? Получать или дарить? Изначально, конечно, ответ был однозначный. Получать. Но со временем я стал замечать, что когда я дарю подарок, то я переживаю вот это состояние радости дважды. Первый раз, когда я выбираю подарок, дарю его. А второй раз, когда я вижу, как человек радуется этому подарку. А если вы можете это в объеме, то получится, что я получаю вот этого состояния в четыре раза больше. Ведь я получаю свою радость, радость того, кто получил подарок, и свою радость за того, кто получил подарок. В четыре раза больше. После этого, казалось бы, я мог стать хроническим дарителем, но я не буду лукавить. Конечно же, я люблю получать подарки. Но подарки ведь не ограничиваются праздниками. И если мы посмотрим на мир шире, чем подарок, как какой-то вещественный объект, то тогда получится, что ежедневно мы можем дарить другим свою улыбку, свое время, доброе слово, какую-то информацию, какое-то знание. Что говорят ученые о процессе дарения? Есть такая информация, что во время процесса дарения у человека активизируется теменная часть коры головного мозга, что способствует активизации состояния счастья. Ну что, самое время задать каждому из нас себе вопрос. А что я сегодня могу подарить миру? Задайте себе этот вопрос, а потом просто сделайте это. Подарите кому-то из своих близких, сослуживцев, или с человеком, который просто встретится вам на пути, что-то, что вы можете ему в этот момент подарить. И обязательно в этот момент дарения наблюдайте, что происходит с вашим состоянием.